Встреча Нового Года 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 года туризма в нашей республике. Республика сама по себе замечательная. У нас общая площадь составляет 351 тысячу квадратных километров, а живет у нас около 1 миллиона. Ну и вы понимаете, что плотность достаточно низкая у нас проживание. Мы живем на берегах великого озера, у нас его называют море Байкал. Ну и если вы возьмете старые карты, то во всех старых картах написано море Байкал. Это потом, уже позже, стали называть его озером Байкал. И, безусловно, люди любят свою природу и свое озеро. Ну, надо сказать, что озеро Байкал является всемирным наследием ЮНЕСКО, оно находится под контролем ЮНЕСКО. Это налагает определенные на нас обязательства по сохранению этого озера для всего человечества. А вообще, Республика Бурятия – многонациональная, толерантная республика. Мы в прошлом году отметили 350 лет добровольного хождения Бурятии в состав российского государства. И 350 лет в мире согласия живут 160 национальностей в нашей республике. Мы относимся к самой толерантной республике в Российской Федерации. Это не высокие слова, это можно проверить хоть где. У нас, на самом деле, население очень бережно относится к этим отношениям. У нас нет каких-либо законов, мы не можем поделиться, как это произошло, чтобы дать готовый рецепт, сказать, что вот возьмите, сделайте так, и у вас будет точно так же. Нет, это некий накопленный жизненный опыт. И какие-то не писанные правила поведения. Конечно, не все люди следуют этим правилам, но 90%, 95% люди следуют этим правилам. И они не хотят, чтобы у них были конфликты какие-то, рознь была какая-то. У нас очень много смешанных браков, рождаются очень красивые дети-метисы. Наши девушки выигрывают практически все конкурсы красоты. Байкал, общая береговая линия, она составляет 2700 километров. И только 90 километров береговой линии – это тот потенциал туристический, который можно развивать. Из этих 90 километров 95% находится на территории Республики Бурятия, 5% на Иркутской стороне. Что это за береговая линия? Это береговая линия, у которой есть речной песок, где очень комфортный заход в само озеро. Рядом находится лес и там, где люди больше всего любят отдыхать. Потому что люди сами указали нам, где нам нужно строиться и где надо развиваться. Потому что люди, у нас есть такой, только в России есть такой, так называемый дикий туризм, когда на машине приезжают, палатки ставят. Вот где неудобно человеку, он никогда ставить не будет. Поэтому мы взяли все на учет места, где люди любят отдыхать. И эти места мы как раз собираемся развивать. Сегодня мы взяли всего 5 участков. Это капля в море. Потенциал у нас огромный. Мы не хотим разрываться, потому что нам нужно закончить этих 5 участков, создать всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы сделать культурный отдых наших граждан. Потому что всегда, вы может быть слышали, такие репертажи проходили о загрязнении берега Байкал. Это правда на самом деле. Потому что когда мы как органы государственной власти не создаем условия для отдыха, люди создают их сами. А как они создают? Они приехали на машины, взяли топор и пошли вырубать ценнейший лес. Для того, чтобы пожарить себе, сварить что-то себе и так далее. Мы должны это остановить, создав комфортные условия для проживания. Если он хочет в палатке проживать, мы должны предоставить ему место, где он может на стоянку поставить автомобиль и разбить себе палатку. У него должен быть готовый мангал, должны лежать дрова рядышком, чтобы он никуда не бегал. Должен стоять приемник мусора, куда он все сложит после себя. Вот этим мы сейчас как раз и активно занимаемся. Национальный вопрос, он формируется людьми, в первую очередь. Как только правители начинают вмешиваться туда и правила устанавливать, обязательно возникают конфликты интересов. Вот мы идем по принципу хирурга, не навредить. Мы стараемся поддерживать те сложившиеся отношения, которые есть между людьми. Мы не пытаемся зарегулировать их ни в коем случае, потому что, когда начнешь регулировать, обязательно затронешь интересы тех или иных групп людей. И тогда национальный вопрос выйдет в полный рост. Тогда вот мы его не сможем уже затушить. Мы делаем только то, что на самом деле просят люди. Всегда двигаемся навстречу людям. Вот попросили наши автономии национальные, чтобы мы им построили дом дружбы. Мы построили им дом дружбы. Он представляет 24 у нас национальных автономных культурных центра зарегистрировано. 24 офиса там у каждого. Оснастили оргтехникой. Есть возможность там заниматься со своей автономией. Есть общий актовый зал, где они там постоянно концерты проводят. Там работают воскресные школы, детишки приходят. Кто татарский изучает, кто грузинский изучает, кто немецкий, кто польский. Все это вместе. Они варятся все вместе там. Они приходят как на работу туда все. Здороваются каждое утро. Желают счастья, успехов. Представляете, это очень важно. Это очень важно. Они общаются. Сейчас мы собираемся пристрой, потому что новая автономия появилась. Собираемся строить пристрой к этому. Мы всегда их привлекаем на все наши национальные праздники. Независимо, будет это национальный праздник русских, будет это бурят национальный, грузин там, армянский праздник. Мы все собираемся там и проводим там совместные концерты. Все они участвуют. Особенно детишки любят эти праздники, потому что каждый хочет показать, от чем они отличаются, что они изучили там. И вот это такое вот душевное все. Родители приходят всегда на своих детей посмотреть. И когда они рассаживаются все вместе, там смотришь, это многонациональная на самом деле аудитория, которые сидят, смотрят, радуются все вместе. Ну как в такой аудитории, как можно конфликтовать и еще что-то делать? То есть надо создавать условия, чтобы люди чаще были вместе, чтобы они ни в коем случае не разъединять. Я помню, где-то года три назад какое-то такое ко мне обращение было странное. Как вы относитесь к тому, чтобы создать там национальные школы? Ну допустим, школа там бурят, школа русских, там, не знаю, азербайджанская школа. Я говорю, да я категорически против. Этого делать нельзя ни в коем случае. Только вот там, когда они все вместе, в детском садике вместе, вместе в школе, только там они рождаются, вот чувство толерантности. Они перестают понимать, что вот этот мальчик там грузин, а я русский. Он понимает, что вот мы одно и то же. Стирается грань. Вестник Кавказа. Насколько у вас много туристов с Кавказа? И как, если вот они все-таки приезжают, как они ассимилируются у вас, раз вы говорите, что не возникает национальных вопросов? Насколько это, так сказать, идет какая-то работа с этой точки зрения? Или это вот просто климат позволяет так себя вести? Я бы не сказал, что вот какая-то есть миграция такая мощная. Приезжают. У нас есть, вот я сказал, автономные культурные центры, которые очень активно поддерживают связь со своими земляками. И люди приезжают. Но поток, я не сказал бы, что он так прям массовый, вот скажем, с того же Азербайджана или Армении. Нет, этого мы не наблюдаем. А основной поток все-таки туристический идет. Как ни странно, это вернее, вот идет с Китая. Азербайджан, Германия очень активно к нам приезжает из иностранных государств. Я говорю, Франция активно приезжает. А вот с бывших наших стран СНГ, вот, к сожалению, поток незначительный. Не едут они к нам. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это пока с экономическими проблемами это связано. Может, люди просто пока не могут. Может быть, это с трудной транспортной доступностью связано. Но вот пока у нас вот такой поток. Если я говорил, что иностранный поток составляет где-то 15%, вот это в основном Китай, Германия, Франция. Вот так вот идет.